Всем привет, с вами Древар. Ну что, в эту пятницу снова всплывает Мега Краб, и давайте в этом видосе разберемся, что нас ждет на предстоящем Мега Крабе. Разработчики еще в начале месяца анонсировали его, сказали, что он будет с 30 по 2 декабря, и назвали его Протокраб. И тогда я думал, что такое Протокраб, что он значит? А на самом деле, смотрите, замедлено на этот видос, разработчики уже в снидпике показали, что нас ждет. Лучи, критеры и мины. И что это все? Да, разработчики называют прототипами наши Лазертроны, наши Танки Ливень и наши Критер Танки. Да, и на этом Мега Крабе все эти три танка будут доступны у Коммерсантки, и мы все эти три прототипа сможем купить. Круто, здорово, да. Вы сможете поиграть абсолютно всеми тремя этими прототипами одновременно. Вы даже сможете загрузить эти прототипы в одну лодку, во вторую лодку, в третью лодку. То есть, совершенно дикую смесь можно будет устраивать не только на Мега Крабе, а и на простых базах. Точно так же и простые базы мы сможем выносить с помощью вот этих крутых. Но я лично надеюсь, что все-таки так и будет, и мы на простых игроков тоже сможем понападать этими тремя видами танков. Разработчики в своем инстаграме показали вот такую картинку, как три этих танка едут, нападают на Мега Краба. Смотрите, правый это Лазертрон, левый это Танк Ливень, а по центру, я так понимаю, это Критер Танк. И вот такую картинку они сделали и показали в своем инстаграме. Окей, хорошо, давайте перенесемся на мою базу. Посмотрите, Коммерсантка приплывет через пять часов. То есть не через день пять часов, а всего лишь через пять часов. И соответственно, уже в четверг, уже завтра можно будет посмотреть, можно будет понаблюдать, будут ли у нее три прототипа. И сможем ли мы все три прототипа купить. Или мы сможем все-таки какой-то определенный прототип использовать на Мега Крабе. Но я лично надеюсь, что все-таки три прототипа нам будут доступны. И все три прототипа мы сможем грузить, все три эти танка мы сможем грузить в нашей лодке. И самостоятельно выбирать, на какую стадию, чем именно мы пойдем. Да, это здорово, у нас будут лазертроны, критер танки и танки ливень Лично мое мнение, возможно кто-то не согласится, но я уверен, уверен на 90% Уверен, что поддержишь, что самый лучший танк на этом мега-крабе это будет танк ливень Да, ни лазертрон, ни критер танки, нет-нет, именно танк ливень Потому что у лазертрона маленький рейндж, дэмэдж так себе Критер танки вообще упрутся, там неизвестно, что они вообще просто тупо ничего не смогут сделать Потому что чем выше стадия, тем больше будет всяких огнеметов, там пулеметов Ну, критеры вообще тупо ничего не смогут делать, ракетниц А вот именно танки ливень, огромный рейндж, просто огромнейший рейндж Плюс, соответственно, хороший дэмэдж Именно эти плюсы и дают возможность танкам ливень вырваться И, соответственно, можно будет больше стадий проходить именно с помощью танков ливень Но, еще одна маленькая, такая малюсенькая оговорочка по поводу того, что все-таки на больших ловлах Ни один из этих прототипов тащить не будет Ни один из этих прототипов на больших стадиях тащить не будет Да, пофанится 5, 10, 20 стадии, пофанится можно будет, может даже до 25 стадии можно будет дойти Но после 40 стадии эти танки просто тупо умрут и ничего сделать не смогут А умрут они даже не от того, что они физически сами умрут, а за счет того, что у них не будет хватать демеджа, чтобы за 4 минуты сносить базу Вот, вот в этом главный будет их косяк И не огнеметы, не простые танки, когда по 3 штуки есть простые танки Они не микс, они там не базуки, реально это обычные, совершенно обычные танки, у которых демедж хороший, но не суперский И соответственно на больших стадиях очень большая вероятность того, что мы не будем ими играть, а будем какие-то другие виды войск использовать, чтобы как можно быстрее пройти Но возможно какие-то разработчики подцветят нам в серединке стадии, может и на 40 будет парочка стадии, и на 50 Когда эти танки смогут, ими будет ну реально просто тупо круто выносить и их будут все брать Но реально за счет того, что у них все-таки демеджа маловато, мы упремся в какой-то потолок, где они просто тупо перестанут тащить Но пофаниться, конечно, пофаниться вы все сможете Следующее это трофеечки, вот такие трофейки у нас будут Они будут на 10 будет каменный, на 20 будет железный, на 40 будет золотой и на 60 будет алмазная статуэтка Плюс, как всегда, нам сразу доступно будет 40 атак для того, чтобы проходить этого мегакраба Уже стало это не в декоминку, а стало в закономерность, что разработчики нам дают сразу 40 атак Выглядит этот прототипчик, ну так себе, если честно, я бы мог сказать, вау, какой шедево, это феноменально красиво Но нет, на самом деле, здесь, как видите, сверху критер, сбоку, с правой стороны этот луч А здесь именно такой ствол танков ливень, то есть именно откуда вылетают минки Но, блин, если честно, выглядит он так себе, прикольно, забавно, но не круто и не красиво Вот именно такие плюшки будут на предстоящем мегакрабе Да, необычно, разработчики, между прочим, что-то реально, я не знаю, откуда у них столько фантазий Но постоянно, постоянно что-то новое придумают, постоянно нас радуют Такого не было, предыдущего краба тоже не было Ну, реально, каждый мегакраб что-то новенькое, что-то интересное Вот, собственно, все, каждый сможет потопить, каждый сможет поиграть Каждый сможет поделать какие-нибудь интересные штучки Ну, я, соответственно, буду делать стримчанский в пятницу Так что не пропустите, заходите Как только появится мегакраб, я сразу на него нападаю и сразу начинаю его выносить Ну, вот, собственно, все, с вами был Андрей Вар Если вам видос понравился, то не забывайте, конечно же, ставить лайки Подписываться на канал, писать комменты Что вы думаете, какой вообще, по вашему мнению, лучше танкливень Или критер танк, или, возможно, лазертрон кому-то больше нравится Пишите, а я почитаю Ну, у меня, собственно, все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok